Провел в походах не один год и навсегда вписал себя в историю России полководец Александр Невский. В этом году будет 755 лет со дня смерти князя, но и сейчас Александр Невский является символом храбрости и силы. В рамках традиционной рубрики «Новости нашего района» Павел Желудев искал в Иркутске отголоски далекой эпохи. Мистер Вселенная, актер, наш человек в Голливуде, друг Арнольда Шварценеггера и популяризатор спорта для подрастающего поколения. Все это он, Александр Невский. Стоп, 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 стоп. Русский князь, святой православной церкви и известный во всем мире полководец. Вот это и есть Александр Невский. Живший 8 веков назад, защитник Руси от иноземных захватчиков до сих пор популярен в народе. Настолько, что даже в далеком от центра страны Иркутске есть улица, названная в честь него. Причем крайне необычная. Улица Александра Невского уникальна в первую очередь необычной организацией внутреннего пространства. Например, начинается она с высоковольтного столба. А линии электропередач, что проходит надо мной, разделяют магистраль на две половины. И это далеко не полный список. Улица Александра Невского из тех, что вмещают в себя и прошлое, и настоящее. Деревянное зодчество тут непременно находится в окружении панелек. Заброшенное здание социального приюта становится местом паломничества местных мальчишек. Да даже фонарные столбы стоят и функционируют лишь с помощью вбитых в землю бетонных колов. Так что и средние века в нашем 2018 могут быть источником для вдохновения. Я надеюсь, вы не думали, что мы обойдемся без аллюзий на ледовое побоище. Нет, конечно. Площадкой для исторических реконструкций на этом месте служит вот эта водоколонка. Не удивляйтесь. Несмотря на то, что вокруг очень много современных домов, эта станция продолжает работать. И, судя по всему, весьма популярна. Настолько, что буквально вросла в лед. Под такой тефтонцы точно не провалились бы. Кстати, о тефтонцах. Вы только посмотрите на это. Да-да, я знаю, что это два балкона. Но разве они вам ничего не напоминают? Конечно. Это же шлем европейского рыцаря из тех, что напали на Русь в далеком 13 веке. Поразительно, если выбор интерьера балконов между соседями проходил без намеренного плана. В судьбе Александра Даневского было множество испытаний. Ну а у жителей улицы, названной в честь него, испытание одно. Найти вторую половину магистрали. Да, вы не ослышались. Именно на этом месте улица заканчивается и начинается уже прямо за вот этим зданием. К слову, вторая половина улицы Александра Даневского уже не так удивляет. Это типичное для Иркутска наследие советской эпохи. Но вот парадокс. Именно в эпоху генсеков имя русского князя и полководца после долгого отсутствия вновь вернулось на страницы истории и карты городов. Павел Жолудев, Виктор Черкашин. Новости по будням.